В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В Ленинском городском округе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Это наша история, это надо передавать из поколения в поколение. Мы никогда этого не забудем. По губернаторской программе «Мой подъезд» в Видном были проведены работы в четырех многоквартирных домах. В таком ключе и надо работать. То есть сначала встретились с жителями, узнали, что они хотят. Праздник для детей, беженцев из Донбасса, которые переехали в муниципалитет, организовали общественники. Мне понравилась Москва-сити и прогулка по Москве. Ежегодно, вот уже на протяжении 81 года, в этот день наша страна вспоминает всех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны. Кто ценой своей жизни отстоял свободу нашего народа, кто ковал победу в тылу. Сегодня на рассвете более сотни видновчан пришли на Аллею Славы к Вечному огню, чтобы поклониться героям войны. Татьяна Брылова продолжит. 22 июня ровно в 4 утра. Продолжение этой фразы знает каждый россиянин. Ведь именно в этот день и в этот час началась война, рано от которой на сердце страны не заживают вот уже более 80 лет. Представители администрации округа, учителя, медики, спортсмены, общественники. В это утро к Вечному огню на Аллее Славы пришли те, кто считает своим долгом хранить память о Великой войне и ее героях. Я здесь, потому что по-другому невозможно в этот день. В Ленинском округе есть своя традиция. Это ровно в 4 часа. Люди неравнодушны, люди, у которых есть память, они приходят сюда. Мы сегодня специально никого не заставляли прийти сюда. И вы видите, есть дети, есть старшее поколение. Поэтому все, кто считает необходимым здесь быть, они здесь. Пережив такую страшную войну, которая в 20 веке, это невозможно забыть про это. Естественно, мы должны сегодня вспомнить, мы помним их всегда, но вспомнить, гордиться. И никогда не забывать тот подвиг, который совершили люди для того, чтобы была независимость нашей Родины. Помним это страшное событие, это наша история, это надо передавать из поколения в поколение. Мы никогда этого не забудем. Любовь Ивановна Платонова каждый год приходит в этот день к Вечному огню. Иначе, говорит, не может. Самый скорбный день в жизни моих родителей, моей матери, которая попала в плен к фашистам, в концлагерь. И для всего нашего народа. И поэтому мы в 4 утра возлагаем цветы в память скорби и в память о наших родных. В это июньское утро можно было прочитать слова, сложенные из нескольких сотен свечей вокруг Вечного огня, как символ всенародной памяти. Помните, наше дело правое. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Евгений Садовский, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Во многих уголках Ленинского городского округа прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Одно из них состоялось в поселке совхоза имени Ленина у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Там побывала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. Песня. Начинать памятную церемонию с молитвы эта традиция сложилась уже давно, в том числе и потому, что история Великой Отечественной неразрывно связана с календарем церковных праздников, что имеет особый символизм. 22 июня 1941 года Русская Православная Церковь отмечала День всех святых в земле российской просеявших. А, например, 6 декабря 1941 года, в День памяти Александра Невского, наши войска начали успешное контрнаступление и отбросили немцев от Москвы. 6 мая 1945 года была Пасха и буквально через три дня на каждой улице нашей страны мы услышали «Ура! Победа!». Помимо представителя Видновского благочения в митинге, посвященном 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны, приняли участие депутаты Совета депутатов округа, участницы клуба «Золотая осень», руководство территориального отдела «Картинский». Низкий поклон всем тем, кто защищал нашу родину, те, кто проливал кровь за то, чтобы мы с вами сегодня почтили их память. Для многих жителей поселка совхоза имени Ленина 22 июня – особый день. К сожалению, те, кто принимал участие в Великой Отечественной, уже ушли от нас. Но в настоящий момент на территории поселка проживает 134 человека детей войны, 8 малолетних узников фашистских концлагерей, 8 тружеников тыла и 3 вдовы героев войны. Все наши поколения уже уходят и уходят, к сожалению. К сожалению, которые еще что-то помнят о войне. И мы были воспитаны, я хочу сказать, очень таким патриотизмом. В организации митинга активное участие приняли общественное движение «За совхоз, за людей, за достойное будущее» и муниципальный центр культуры поселка. Его сотрудники исполнили песни и стихи, посвященные Великой Отечественной войне. В финале все участники мероприятия замерли в минуте молчания. Завершился митинг возложением цветов к памятнику героям, погибшим в Великой Отечественной войне. Всего в мероприятии приняли участие более 50 жителей поселка совхоза имени Ленина. Максим Козлов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Сотрудники историко-культурного центра подготовили мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. На встречу были приглашены ребята из детского оздоровительного лагеря «Ласточка». Юным видновчанам рассказали об интересных фактах и событиях Великой Отечественной войны. Говорить о войне с младшими школьниками нужно обязательно, считает методист Татьяна Зырянова. В историко-культурном центре регулярно проходят уроки мужества, на которых ребятам в доступной форме рассказывают о страшных событиях тех лет. «Дорогами победы» – так называлось мероприятие, на которое пригласили детей из летнего лагеря «Ласточка». Это тот возраст, который впитывает нас только как губка, и с ними работать очень-очень приятно. Они и слушатели хорошие, и вопросы задают, и могут рассказать о том, что рассказывали им дома родители, о войне, о своих погибших, про бабушек, про дедушек. Во время беседы ребята узнали о первом дне войны и дальнейших страшных событиях. Сегодня было очень интересно узнать, как началась война. В 4 утра началась война, и еще было очень страшно за мальчика, который висел на дереве, и в него могло попасть снарядом. Я узнала о том, что многие на войне люди совершали подвиги в воздушных, на самолетах, еще закрывали себя от снарядов. 11-летний Матвей Морозов признается, что о Великой Отечественной войне ему много рассказывает его дедушка. Мой дедушка, он хоть не воевал, он все это помнит, он устанавливал, у него медали есть. Также для юных гостей мероприятия сотрудники историко-культурного центра организовали небольшую выставку с экспонатами времен войны. Ребята с большим интересом рассматривали предметы быта, личные вещи и письма фронтовиков. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. За первую половину 2022 года по губернаторской программе «Мой подъезд» были проведены работы в четырех многоквартирных домах. Ремонт стартовал еще в апреле. Оценить результат приехали глава Ленинского городского округа Алексей Спаски и депутат Московской областной думы Владимир Жук. К ремонту подъездов дома 31 на строительной улице подрядчик приступил еще в апреле. Последний раз работы проводили здесь в 2017-м, но тогда жители остались недовольны их качеством. Возникли вопросы к предложенному варианту отделки и на этот раз. В результате весной на совместной встрече с депутатом Московской областной думы Владимиром Жуком, представителями администрации, управляющей компанией, и подрядчика было решено в рамках софинансирования ремонта выложить плиткой в подъездной группе хотя бы фартук. Но то, что получилось сделать в итоге, превзошло все ожидания. Были проведены работы по входной группе. Замена стеклопакетов, замена входной двери, замена тамбурной двери, укладка плитки на первом этаже практически везде уложили. Замена радиатора, установка откидного пандуса и хромированного поручня. На этажах также отремонтировали мусоропровод, покрасили стены и потолки. Оценить проведенные работы и поговорить с жителями приехали глава муниципалитета Алексей Спаский и депутат Московской областной думы Владимир Жук. Владимир Петрович, от всех жителей низкий поклон вам. Спасибо вам большое, что вы приняли такое активное участие с поддержкой главы, и муниципалов, и Дениса. Все нам сделали. Спасибо вам большое. Затем Алексей Спаский и Владимир Жук отправились еще по одному адресу, где также проводится ремонт по губернаторской программе «Мой подъезд». На проспекте Ленинского комсомола 48 были заменены напольное покрытие, двери, радиаторы и освещение, покрашены стены и потолки, а также произведен ремонт мусоропровода и кровельного покрытия подъездных козырьков. Мы реализировали каждый шаг, чтобы все было, да, как обещали, так и все сделали. Мы довольны. Сговаривали и с одной старшей по дому, и со второй. Исключительно благодарные слова управляющей компанией. У нас таких подъездов под два десятка – это та, что нашло в первоначальную программу. По факту мы всегда делаем значительно больше. Не первый год это происходит, но вот то, что увидели сегодня, на мой взгляд, это выход на новый, принципиально новый, но и качественный уровень. В таком ключе и надо работать. То есть сначала встретились с жителями, узнали, что они хотят. Ну, понятно, что они хотят много, договорились на том, что мы реально можем сделать, а потом еще сверх того сделать, и тогда будет все хорошо. Жители обоих домов теперь обеспокоены тем, как сохранить красивый свежий ремонт от вандалов. Необходимо поменять систему домофонирования, да, потому что для того, чтобы сохранить такой дорогостоящий ремонт, домофоны, подразумевающие универсальный доступ в подъезд, ну, невозможно будет это сделать. То есть, как бы, ремонт все равно в течение 3-4 лет придет в упадок. Собственники квартир также попросили установить дополнительные камеры видеонаблюдения. Всего же за 2022 год. По губернаторской программе отремонтировано 18 подъездов, из которых 6 по суфинансированию. Параллельно проводится ремонт еще в 26 силами УК ЖКХ. Работы планируется завершить до 1 сентября. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Сотрудники следственного управления МВД России по Ленинскому городскому округу задержали ранее судимого 33-летнего мужчину за кражу велосипедов. Под противоправные действия нарушителя попали жители одной из многоэтажек деревни Сопронова. Велосипеды они хранили в специально предназначенном для этого помещении, расположенном на первом этаже. А что дальше с велосипедами сделали? Велосипеды продал. А денежные средства потратили? Что-то осталось, что-то потратил. Задержали преступника вблизи одной из кубок города Видное. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело с утвержденным прокурором, обвинительным приговором передано в суд. Праздник для детей, беженцев из Донбасса, которые переехали в Ленинский округ, организовали общественники. Ребята отправились на обзорную экскурсию по Москве. Посмотрели концерт в Большом зале здания московского правительства и поучаствовали в интерактивной программе. Кто поймает, начинает с нами играть. Итак, молодец! Семилетний Иван Коваленко, как и другие участники праздника, смотрит фокусы братьев Сафроновых, играет с аниматорами и, кажется, уже почти и не вспоминает, что несколько месяцев назад его семье пришлось покинуть дом и начать жизнь с чистого листа. Мальчик живет в Лопатина, любит играть в футбол и готовится пойти во второй класс. Рассказывает, уже успел обзавестись новыми друзьями и познакомиться с новой родиной. День отличный провел. Мы ехали в автобусе, нам экскурсовод объяснял, где мы проезжали, где мы находимся, через сколько мы приедем. Мне понравилась Москва-сити и прогулка по Москве. Всего в мероприятии поучаствовали 23 человека из Ленинского округа, 15 из них – дети. Всем им пришлось срочно менять место жительства, привыкать к новым условиям. Общественники уверены, помочь беженцам как можно быстрее освоиться на новой родине – их долг. Это как раз таки мероприятие, специально организованное для детей из Донбасса, для того, чтобы их интегрировать в российскую социальную среду, в социальную, в культурную, ну и просто организовать какое-то культурно-досуговое мероприятие. Очень важно просто помочь им этот шаг сделать гораздо легче и мягче, показать им, что здесь их любят и они здесь нужны. Это мероприятие, которое объединяет всех небезразличных людей, можно сказать, и страны, и планеты, и в принципе даже той территории, от которой мы здесь сегодня приехали. Помимо экскурсий и фокусов иллюзионистов, юные гости мероприятия и их родители увидели благотворительный концерт, а также поучаствовали в мастер-классах по флористике и изготовлению шоколадных конфет. Акцию также поддержали артисты и представители администрации Ленинского округа. Дети Донбасса. Я непосредственное отношение имею к Донбассу, потому что я родилась на Украине, Макеевка. Но как оставаться в стороне? У меня там родная кровь на Украине. Все, что касается поддержки Донбасса, особенно детей Донбасса, это стоит дорогого. Под конец праздничного дня участникам вручили подарки. Общественники уверены, проводят подобные мероприятия в поддержку беженцев не в последний раз, чтобы как можно скорее подарить им хорошие впечатления, новое окружение и настоящий новый дом. Практически все дисциплины арт-фехтования зародились еще в античные времена, когда вплоть до Средневековья большинство конфликтов разрешалось исключительно с мячом в руках. Сегодня это и спорт, и искусство. Наша съемочная группа побывала на главном турнире страны – чемпионате России. Вот уже 15 лет арт-фехтование – это официальный вид спорта. В рамках чемпионата России разыграли 24 комплекта медалей. Участники соревновались не под открытым небом в атмосфере Средневековья, а в концертном зале при свете софитов. Арт-фехтование – это вообще, прежде всего, спортивное зрелище, но это зрелище еще и сценическое. Поскольку в арт-фехтовании, кроме показа техники на определенном оружии, спортсмен должен показать историю, то есть то, что он показывает. Это гораздо выше оценивается судьями, если спортсмен будет просто показывать голую технику. Одной из самых зрелищных дисциплин без преувеличения можно назвать саберфайтинг – бой на световых мечах в стиле джедаев. Зародилось это направление в начале 2000-х благодаря голливудскому рестарту фильмов про «Звездные войны». Мы используем специальные каскадерские мечи и специальные лезвия, которые уже себя показали наилучшим образом. Кроме этого, мы также спроектировали и подготовили собственные чертежи, рукояти и мечи, которые реагируют на жесты, управляются полностью жестами. Отсутствует кнопка, которую можно случайно задеть во время выступления. И включить и выключить меч можно только по желанию спортсмена, а не по какой-то случайности. На турнире действует жесткая система судейства. Прежде всего, оценивается техника и артистизм. Собственно, чемпионат России – это соревнование сборных. То есть в каждую сборную входит разное количество команд, которые в отборочных чемпионатах региональных заняли чемпионские места и попали в сборную региона. То есть, например, сборная Московской области – это клуб «Стадель». Практически вся команда Московской области – это ребята видновского клуба «Стадель». Они приехали только побеждать. Какой образ представляете здесь вы? В данный момент я подготовлен к номеру, который описывает, скажем так, взаимодействие налоговой службы и обычных работяг, которые не готовы к проверке. Но об этом можно будет увидеть чуть попозже. Ожидания оправдались лихвой. Прошедшее перенство стало триумфом для видновских фехтовальщиков, завоевавших сразу четыре золотых и одну серебряную медали, тем самым внеся солидный вклад в копилку подмосковной команды. Кирилл Махров, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова